Всем здравствуйте! Коллега 55-летнего Александра по любимой многими программе выразил соболезнования в связи с его уходом. Николай Бандурин рассказал, что прощание с одним из братьев Пономаренко состоится на следующей неделе в городе, где родились знаменитые близнецы. Прощание пройдет через три дня в Новочеркасске, насколько я помню. Куплетист сожалеет, что тяжелая болезнь настигла товарища так рано. По словам Бандурина, в последние дни мужчине приходилось страшно мучиться, поэтому уход облегчил его участь. Все мы сейчас в таком шоке, всем нам грустно, тоскливо. Когда уходят друзья, это всегда очень плохо, обидно, но та болезнь, которая его настигла, может быть, для него это было благом, потому что он каждый день испытывал жуткие боли, говорит артист. К слову, Николай пришел на помощь братьям и заменял Александра на концертах. Я помогал Валере, пока Саша болел, ездил вместе с ним на гастроли. Не может прийти в себя и Клара Новикова, которая виделась с юмористом несколько месяцев назад. Сашу последний раз я видела в конце лета на съемках. Он выглядел плохо, я знала, что он болеет, увидев, обняла, и он так обрадовался. Хотя в первые секунды даже его не узнала, поделилась народная артистка. Напомним, Александр Пономаренко узнал о диагнозе полтора года назад. Врачи провели ему экстренную операцию из-за открывшейся язвы, а спустя некоторое время, сделав множество анализов, поставили неутешительный диагноз – рак желудка. После десятков курсов химии звезде эстрады не становилось лучше. Тогда Пономаренко обратился к нетрадиционным способам лечения. Вместе с родственниками нашел знахарку, которая предложила рецепт травяного настоя, обещала, что сбор обязательно поможет артисту встать на ноги. Чуда не произошло. После употребления фитоотвара Александр упал в обморок и вновь оказался в больнице. Врачи лишь разводили руками. По их словам, от такого напитка даже здоровый человек мог отправиться на тот свет. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока, пока.